Так, ну что, как создаются оси, давайте посмотрим, вернее, марки для осей. Выделяем, переходим в изменение типа, и вот здесь в обозначении нам необходимо выбрать нужный вариант, как должен выглядеть, собственно, маркер. Если его нету, то нам надо его создать. Для этого переходим в создать семейство, семейство аннотаций, и выберем типовая марка. Сразу настроим, что это будет. Здесь нам нужно найти обозначение осей. Два раза кликаем, хорошо. Этот комментарий удаляем. Далее строим саму окружность, создать линии. Радиус сделаю 4 мм. После этого необходимо создать метку. Метка. Указываем точку вставки. Здесь у нас есть только одна категория, а именно имя, то, что нам нужно. Для примера введем какой-либо текст. Ок. Если необходимо изменить шрифт, то мы выделяем данную метку. Кстати, нужно ее сделать меньше. Переходим в изменить тип и меняем все, что здесь нужно. Скажем, шрифт, размер, текст и так далее. Задний план пусть будет установлен непрозрачный. Ок. Далее необходимо ее сохранить куда-нибудь в свою библиотеку и впоследствии загрузить в проект. После этого можно изменять. Изменить тип. Вот, я не сохранял, поэтому по умолчанию называется семейство 1. Ок. И получился, собственно, наш пользовательский тип. Продолжение следует...